Друзья, то о чем умолчали ведущие СМИ стало правдой, и ФРС фактически разоблачили, поймав на попытке скрыть правду. Это событие может иметь серьезные последствия как для фондового, так и для криптовалютного рынков. А тут еще и BlackRock и JP Morgan решили сказать свое слово и направить цены в нужную для них сторону. Подписывайтесь на канал и давайте разбираться! В среду 31 января состоялось очередное заседание ФРС, и как ожидалось, ставку оставили на прежнем уровне 5,25-5,5%. Многие инвесторы на рынке привыкли, что в последнее время ни ставка, ни риторика главы ФРС значительно не влияет на рынки. Но в этот раз все пошло не по привычному сценарию, ведь пока Джером Павел и компания совещались за закрытыми дверями, мы увидели начало банкопада 2.0. Когда акции американского New York Community Bancorp рухнули на 40% после квартального отчета. Важно вспомнить, что New York Community Bancorp – это тот самый банк, который во время банкопада весной 2023 года купил другой рухнувший банк Signature. Но после этого смог успешно проработать меньше года, и теперь пришло его время показать правду о своих текущих убытках и плачевном финансовом положении. Это был действительно тревожный звоночек для ФРС, и им пришлось срочно что-то делать. Ведь Джером Павел не хотел выглядеть клоуном и рассказывать прессе о стабильности банковской системы в тот самый момент, когда она снова рушилась. Поэтому из сопроводительного письма ФРС исчез тезис о том, что финансовые институты США сильны и устойчивы как никогда. Более того, во время традиционной пресс-конференции ни один из журналистов не задал вопрос о стабильности банковского сектора. А знаете почему? Мне удалось узнать, что в списке вопросов к Джерому Павелу было четко прописано, что журналисты не должны поднимать тему распродажи акций региональных банков. Неужели все настолько серьезно, что сильные мира сего решили закрыть рот всем крупным СМИ? Давайте вспомним, о чем рассказывал в недавнем видео, что через 45 дней США могут рухнуть, и причиной станет отмена программы накачки ликвидности в банке, которую ФРС запустила после банкопада 2023 года. А чтобы понять серьезность проблемы, давайте прибегнем к независимому мнению искусственного интеллекта от Google, он же чат-бот Бард. Он рассказал, что отмена халявной ликвидности от ФРС может иметь очень серьезные последствия для банковского сектора США. Прежде всего, из-за высоких процентных ставок банки просто не смогут получать дешевое финансирование, что чревато скамом, который будет намного масштабнее, чем прошлой весной. Также Бард добавил, что количество банкротств резко возрастет. И это связано с тем, что банки, которые уже находятся в затруднительном финансовом положении, могут не иметь возможности справиться с высокими процентными ставками. При этом чат-бот считает, что плохих последствий удастся избежать, если экономика США будет расти. Можем ли расслабиться после этого прогноза от искусственного интеллекта, и что будет с ценами на биткоин и S&P 500, обсудим далее. А пока важная информация. В современном мире технологии решают все, и поэтому хочу рассказать вам о проекте Dynex, который предлагает доступ к децентрализованной системе вычислений на базе нейроморфного суперкомпьютера. Давайте объясню. Нейроморфные процессоры работают по принципу человеческого мозга. А к сети Dynex подключено 170 тысяч графических процессоров, что позволяет проводить вычисления на уровне квантовых суперкомпьютеров. Любой пользователь интернета может стать Proof of Useful Work майнером и получать вознаграждение за выполнение заданий от компаний в токенах Dynex, которые они размещают на маркетплейсе Dynex. Для этого нужно подключиться к сети Dynex. Токен проекта Dynex прошел листинг в декабре прошлого года и торгуется на Maxi, Gate.io и других CX биржах. За это время он вырос на 420%, а на пике цена превышала 1 доллар 25 центов. Под видео оставлю ссылку, где вы сможете подробнее узнать о нейроморфном суперкомпьютере Dynex и как стать майнером на их маркетплейсе. Посмотрите на экран и вы увидите, насколько ужасная картина вырисовывается у экономики США в целом. Этот график указывает на то, что проценты по госдолгу США превысили триллион долларов и достигли уровня доходов бюджета страны за целый квартал. Это значит, что три месяца государство работало на то, чтобы выплатить проценты, а сам долг никуда не уходит и продолжает расти, потому что правительству нужно все больше и больше денег. Я собрал информацию по этому вопросу и вот что удалось узнать. За последние три года расходы правительства с поправкой на инфляцию превысили совокупные расходы двух мировых войн, а также 1970-х, 80-х и 90-х годов. До 2030-го года дефицит бюджета будет постоянно превышать триллион долларов. Через 10 лет расходы на социальные выплаты и медпомощь достигнут 10% ВВП, а в 2050-м году госдолг в три раза превысит ВВП. Все указывает на то, что ставки нужно снижать и как можно скорее. Но это не произойдет в ближайшем времени. Если обратиться к прогнозу топ-1 инвесткомпании мира BlackRock, там говорится, что покупать долгосрочные облигации сейчас рискованно, и лучше обратить внимание на японские акции, а еще на сектора искусственного интеллекта. А причина их осторожности заключается в том, что ФРС и другие мировые центральные банки вряд ли смогут обеспечить такой уровень снижения ставок, на который рассчитывают инвесторы в акции и криптовалюты. Вы ведь тоже ждете туземон биткоина, когда ФРС начнет снижать ставки. Особенно после вот таких бычьих прогнозов от фонда Кэти Вуд Арк Инвест, согласно которому цена биткоина может достигнуть 120 тысяч долларов, если в первую криптовалюту направят 1% от денег из глобальных инвестиционных портфелей. А если уровень вливания капитала достигнет 19%, тогда все будут завидовать биткоин-ходлером, ведь цена улетит на 2 миллиона 300 тысяч долларов. Вот только увидим мы это лишь в случае рекордного снижения ставки, а также включения печатного станка. И это самое тонкое место в ожиданиях нового роста на фондовом и криптовалютном рынке. Потому что даже несмотря на то, что вчера S&P 500 снова обновил максимум на хорошем отчете Facebook, Apple и Amazon, дальше цены вполне могут отправиться на разворот в район 3200 пунктов. Угрозы для акций следующие. Во-первых, банкопат 2.0 уже через месяц. Во-вторых, политическое противостояние в США, которое только набирает обороты и скоро может сказаться на экономике. И в-третьих, это разочарование инвесторов от ожидания скорого включения печатного станка. Ведь 31 января на пресс-конференции все ждали вопросов о падении банков и пропустили мимо ушей, как Джером Пауэлл дал достаточно медвежий сигнал. Он прямо заявил, что ситуация с инфляцией остается сложной, и не стоит ждать скорого, и что самое важное, быстрого снижения ставки. При этом мы можем посмотреть вместе с вами, что почти 40% верят, что Пауэлл их обманул, и ставки пойдут вниз уже в марте. Это очень большое значение, и когда они поймут, как их кинули, могут в панике продать свои активы. Интересно, что первая угроза повторения банкопада для биткоина – это даже плюс. Кто пристально следит за рынком, должен помнить, что биткоин нарисовал хороший отскок на данном событии. Логика простая. Доверие к банкам падает, а к криптовалютам растет. А вот две другие проблемы опасны тем, что могут спровоцировать реальный паник сейл. И вот тут криптоинвесторы уже не смогут остаться в стороне. Плюс у нас есть угроза другого характера. Так, JP Morgan запустили фуд против топ-1 стейблкоина USDT. Представители финансового монстра заявили следующее. Растущая доминация Тезер – это негативный фактор для вселенной стейблкоинов и криптоэкосистемы в целом. Также интерес к искусственному интеллекту отвлекает инвесторов от криптопроектов. Их претензия заключается в том, что Тезер не подчиняется правилам США, хоть официально и старается всеми силами соблюдать регулирование, но по факту они его не контролируют. А напомнить вам, что случилось с Бинанс, которое американские власти также не контролировали, но очень хотели это сделать. Правильно. Биржа заплатила многомиллиардные штрафы, сменила руководство, обязалась давать доступ ко всем своим операциям парням из казначейства. А бывший глава Чан Пан Джао буквально через несколько дней предстанет перед судом. И кто знает, кого он сдаст и какие схемы вскроются, лишь бы не сесть за решетку. Очень может быть, что и к Тезер после этого заглянут следователями Ньюста США. И кто знает, что будет дальше. Их просто заставят уступить первенство рынка своему стейблкоину USDC или умножат на ноль всю их капитализацию в 96 миллиардов долларов. Я никого не собирался напугать в этом видео. И сам с радостью буду ланговать биткоин до хелвинга и после него. Кстати, это ни в коем случае не финансовый совет. Просто я понимаю, что нам с вами не дадут так просто взять и заработать на криптовалюте. И перед долгожданным туземоном будет много испытаний в виде серьезных падений рынка. Поэтому я рассказал вам о текущих угрозах, а вы решайте сами, готовиться или нет. Лично я буду. А еще обязательно продолжу следить за ситуацией и делиться с вами важными обновлениями. Так что подписывайтесь на канал и поддержите это видео лайком. А еще загляните в мой канал в телеграм по ссылке в закрепленном комментарии. Там я на связи в режиме 24 на 7. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok